Приветствую тебя, любитель ретро-РПГ. Сегодня мы посмотрим на замечательную ролевую игру 1989 года выпуска Dark Heart of Ucruel. Это Dungeon Crawler от первого лица, где мы будем гулять патий, истреблять зло и пытаться истребить Укрула. В игре почему-то у меня нет звука, не понимаю почему. Ну, как-нибудь с этим смиримся. Ладно, сгенерируем пати первым делом. Что-то самое важное. Самое важное в любой игре. Первый персонаж у нас всегда будет файтер. Второй паладин, а третий священник, четвертый маг. Файтер это наш самый сильный боец будет. И будут звать его, естественно... А почему бы... Почему бы не Ким? Так. Он М. Подтвердить. А теперь мы будем отвечать на вопросики. Примерно как в ультиме четвертой, чтобы раскидали нам характеристики. Во сне вы находите себя в маленькой комнате с дверью в каждой стене. В каждой двери зеркало, но отражения различаются. В какую дверь вы пойдете? Так-так-так-так-так... А вот мне первая сразу нравится. Первая дверь отражает сурового, мускулистого воина. Прям как я почти. Держащего испачканный кровью топор, который смотрит на вас с угрозой. Вот он и будет отлично. То, что нужно. Вы толчком открываете дверь. И перед вами расстивается темный проход. После хождения по нему немного, вы натыкаетесь на омерзительного тролля. Который делает какие-то омерзительные вещи. Вы больше заинтересованы в сумочке, с которой он ошивается, чем в самом тролле. Что вы скорее всего сделаете? Ну, это воин. Он будет просто безумным убийцей у нас. Варваром, барбарианом, конаном. Поэтому попытается убить тролля и забрать его рюкзачок. Вам удалось достать рюкзачок и открыть его. В нем не сокровище, но странный оранжевый гриб. Ну, конечно же, наш воин Берсерк. Он обязательно съест этот гриб. Конечно же, поэкспериментируем. Во сне вы видите длинное запустелое святилище неизвестного божества. Рисунки над алтарем изображают разряды молний, диких зверей и кровавые бойни. Большой рубитн внедрен в основание алтаря. Осмелимся ли мы вытащить его? Ну, что-то нет, наверное. Мне нравится изображение над алтарем, поэтому я не буду его брать. Это все вопросы для Кима. Сила отличная. Начинает он со штанишками, тапочками и хороший такой нагрудный бронюэй с маленьким щитом, коротким железным мечом. Хорошо. Следующий. Паладин. Не настолько мощный, как воин, но поначалу более бронированный. И будут звать его почему бы не край. Секс у него тоже М. Подтвердить. Сейчас вообразим края в своем уме и ответим на вопросы. Что лучше описывает ваше отношение к битве? А вот второе пусть будет. Победа над вражинами – это доблесть, в этом есть честь. Великие битвы и завоевания послужат материалом легенд для легенд. Какой-то туман нисходит, и вы отрубаетесь. Когда вы начинаете восстанавливать сознание, вы видите, что стены сдвигаются ближе. Ваша немедленная реакция будет прочистить голову. Да, мы такой паладин. Волевой. Волевой паладин. В ваших путешествиях вам встретился злобно выглядящий вор, который приказал вам покинуть город. Точнее, бандит скорее не вор. Крепко сложен. Волосат. Он выглядит больше и сильнее, чем вы. Но не в рамках интеллекта. Что вы сделаете? Я задавлю его авторитетом. Вы победили могучего дракона, и настало время делить добычу. Уносить добычу. Проблема только в том, что сокровищ слишком много. И что же мы сделаем? Да, мы оставим сокровища и вернемся с помощью, потому что мы паладин. Благочестный. Хорошая сила, хороший интеллект. Неплохо. Хорошая броня. Паладин еще отличается тем, что может накладывать руки. Если накладывает руки на своих товарищей, то он их лечит за счет своего здоровья. Если на врагов, то наносит им урон. Я не уверен, но кажется нежить от этого страдает особенно. Теперь прист. И будут его звать. И будут... Это сложно, это сложно. Я хочу назвать его Колчак. Колчак. И это будет мужчина. У нас будет мужская пати. Нечего женщинам делать в подземелье. Девяносто... Ой, восемьдесят девятого года. В суровом подземелье. Видение появляется перед вами. Полубог в форме странного зверя. Источает белый свет из глазниц. Он требует... Какая самая важная часть твоего воззвания? Что вы ответите? Хм... 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 О! Безропотное служение вашему божеству. Да. Будет такой Колчак. Вы занимаетесь исследованием местности с двумя бойцами. Вас тревожит разъяренный монстр и бой начинается. Бойцы атакуют немедленно. Что вы сделаете? Ну, я же божественный весь такой. Буду взывать к богам о помощи. Вы находите табличку с древними письменами. Которые не можете расшифровать. И... Ну, я отнесу табличку пророку, конечно же. Вы вынуждены выбрать между... Своей жизнью и служению божеству. Так... Или нет? Нет, что тут не так я перевел. А, ну да, да, да. Между своей жизнью и служению божеству. Пока вас... Грозятся изничтожить мародерствующие орки. И что же мы сделаем? Ну, так как мы суровый такой приист, мы защитим святилище. И посмотрим, что там под ту сторону смерти. Отлично. Колчак готов. Пиетет высокий. Это самое главное. И мы видим, что у нашего колчака есть два кольца. Одно посвящено Богу Уфху. Другое Голтуру. Оба они железные. Дадут нам самые фиговые молитвы поначалу. Потом будем находить лучшие кольца. И первый у нас, товарищ, это Бог войны. А второй Бог физического состояния. Он позволит нам лечиться. Бог войны, по-моему, дает нам... Железное кольцо дает нам дамажащее. Одно молитву дамажащую. Которая может не сработать. Потому что, ну, это Боги. Сами понимаете. Захотят, ответят на молитвы. Захотят, не ответят. А теперь мы делаем Мага. И я назову его. В честь владельца лучшего канала на Ютубе. Вдохновившего в том числе и меня. Начать свою Ютуб карьеру. Мага будут звать Фёдор. И он, конечно, тоже сексуальный мужчина. Вообразим его в голове. И ответим на вопросы. Во время вашего обучения, ваши учителя показывали вам четыре любопытных объекта с таинственными силами. без объяснения их действия. Какой вы выберете? А вот, вот мне. Книга нравится. Второй вариант. У которой каждая страница пустая. Это явно что-то колдунственное. Путешествуя, вы застали врасплох вора, который схватил вас. Точнее, вор застал вас врасплох, схватил вас. И удерживая нож у вашей глотки, хотел обокрасть. Но у нас ничего ценного нет. Ну, ну. Мы же маг. Мы можем быть хитрым магом и мстительным. Мы отдадим всё, что есть, а потом замстим. Ваша партия находит большой сундук. Он выглядит ценным, но его окружает странная колдунственная аура. Каждый компаньон пытается его потрогать, но пугается от чего-то и отступает. Но страх не действует на вас по какой-то причине. Дерезнёте ли вы открыть сундук? Yes, of course. Вы готовите зелье для обслуживания борбуругми. И нужно добавить кое-что особенное. Какой ингредиент вы добавите? Глаз червя, волос ящерицы, палец змеи или хвост лягушки. Я сомневаюсь, что это на что-то повлияет, но я возьму глаз червя. Это все вопросы для Фёдора. Теперь начнём. Ну, им даже силу неплохую дали. А у магов тоже есть кольца, но они посвящены каждое кольцо одному из пяти школ колдунственных. И есть у нас железное кольцо огня, которое позволит нам колдовать огненную змейку и небольшой ауе урон вокруг нас. Лечительное кольцо. Естественно, лечить позволит. И кольцо знаний. Оно позволяет нам расшифровать некоторые письмена и осветить тёмные помещения. Тут нам предлагают назвать пати, но я назову по-обычному, потому что у меня нет планов на другую пати. Да. И мы начинаем. Двигаемся мы, как во всех подобных играх, по клеточкам поворачиваясь. Проход от вашего входа в Эриосте устремляется вниз. На стенах мозаика, изображающая сцены охоты. Ну, мы её не видим, потому что, ну, сами понимаете, 89-й год. Технические трудности, всё такое ограничение. Поэтому мы это читаем. Проходя, Фёдор проверяет факелы, зафиксированные на стенах. Он находит их крепко закреплёнными. Их нельзя сдвинуть из их держателей. Понятно. Холл простирается ниже. И мозаика на стенах перестала простираться. Воздух пахнет застоялостью и пылью. Нет звука от прохода впереди. Проход закругляется. Неприятный запах в воздухе сильнее. И ощущается, будто он идёт спереди от вас. Стена, которую вы наблюдаете сейчас, цельная, солидная. Но Фёдор говорит, что он может почувствовать открытую местность прямо за ней. на краю стены есть какая-то круглая штука. И с ней можно что-нибудь сделать. можно попытаться ткнуть стену. Попробуем тронуть это рукой. Ничего не случается. Попробуем теперь потрогать это посохом. Вот, 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 вот. Фёдор покуролесил своим посохом. И как только он сделал арку, портал появился. Он предупреждает, что если вы пройдёте вперёд, то, вероятно, двери назад может и не быть. Но мы ничего не боимся. Но на всякий случай послушаем, что за этой дверью вы ничего не слышите. Ну и ладно. Вы входите в большой холл украшенный красивыми мозаиками. Холл тих. И выглядит так, что в него не входили много лет. Воздух застоялый и сырой. И здесь покрытие пылью повсюду. Фёдор говорит, что раньше это было место собрания древних. Вы смотрите на увядающие цвета и разложение. И понимаете, что, возможно, это одна из самых старых частей Риосте. Ну, надо уточнить, что Риосте в сеттинге игры это такой древний подземный город. Подгорный, я бы даже сказал, в который мы входим не только, чтобы истребить того, чьё имя в заголовке, но и спасти оставшихся в живых из первого отряда. В мануале есть даже дневник «Выжившие дамочки», но сейчас не время его читать. Вы стоите бездыханные. Понимаете, что только что вошли в горный город. Впереди лежат миряды проходов, которые простираются по всей горе и ведут в места у Крула, в его дворец. Ваше задание начинается. Глядимся. Тут что-то написано. Крой благородных хорошо принимается в этих залах. Понятно. Поглядим карту. Очень удобная фишка в игре, что карта автоматически рисуется. Хотя не во всех местах. К западу от Ириосты зал Суракис. Понятно. Однако, вот это можно перевести. И Суракис возложил этот камень в год седьмого сияния. Что бы это ни значило. В пыль здесь видны следы шагов. Вы замечаете надпись позади вас. И видите, что она нанесена недавно рукой Мары. Как раз той, которую мы ищем. Внутри этой колонны лежит защищенный ключ для тебя. Мара. А здесь что написано? Благословляю всех, кто благороден кровью, войти в Ириосты. Суракис. Понятно. Значит, тут возможно в стене что-то есть. Естественно. Открыть дверь. Попробовать ее толкнуть. Ким пытается. Бесполезно. Поглядеть на девайс. Никаких устройств тут похоже нет. Иначе бы уже нашлись. Но. Но. Нам же тут подсказывается поначалу. Поэтому мы просто знаем, что произнести, чтобы открыть эту дверь. Мара. Конечно, пройти. Ключ. Ключ. Ключ у нас будет собирать колчак. Ключи и прочую щекню пока что. Мы теперь пойдем осматривать все вокруг. Вы входите в Атриум. С путями ведущими на север и юг. Пол здесь сделан из кристальных блоков в форме пирамид. Умно на стаканных. Умно на стаканных вместе. Умно на стаканных вместе. Чтобы произвести впечатление ровной поверхности. Тут у нас карта какая-то. не намекает ли она на штольта. Узнаем потом. Ага. Закрытые ворота. Попробуем открыть ключом, который мы нашли. Не подходит. Ладно. Открыть эти ворота. Этим же ключом. Ого. Отлично подходит. Куда это у нас ведет? Нету. Давай пока. А хотя почему нет. Схожу туда. Пойду по своей любимой схеме. По часовой. Стрелки все обходить. Послушаем что за дверью. Какое-то шубрушание. Опа. А вот и первый бой. Крысы напали на нас. И сейчас мы видим что. Бой переносится. В такую. Поверхность. Плоскость. С видом сверху. Бои здесь пошаговые. Делятся на фазу движения. И. Ударяние. Ну. Край доблестно встретит лицом эту крысу. Ким подойдет поближе туда. Каучак. Не пойдет никуда я думаю. Ударить оппонента есть. Минус одно грязное создание. Федор ничего не будет делать. А хотя почему нет. Скостанемка. Огненную змейку. Амраз. Прямо когда. Прямо как визраторе. Нужно писать заклинание. Не эту. Не эту. Вот эту. А колчак будет стоять и парировать на всякий случай. Вдруг к нему подбежит. И куснет. Готово. Ну что крыса. Попробуешь напасть. Попробовала. Попробовала. Попробую. Забываю иногда что надо двигаться. Попробую. 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 Молитву произнести. Дамажущую. О. Хорошо. Получили экспо. Попробую. Получили денежку. Ох так. Край. Посмотрим. Кто тебе может дать какое оружиеце. У Кима есть. Кинжал запасной. у колчака у колчака есть дубинка возьмем ее отлично еще у нее есть какой-то желтый камушек который я не знаю что делает экипируемся хорошо будь осторожней край нельзя так ломать топоры ключик один есть и в стенах ничего и этот кусочек мы исследовали по моему по моему тут мало пространства сюда и зайдем край внимательно слушает но не слышит ничего эта комната использовалась для приготовления еды когда-то давно и ничто не выдержало испытанием времени тут пусто ничего не слышно эта комната была обеденным залом древних несколько больших каменных столов стоят а все остальное превратилось в руины ух в паутинке колчак заметил несколько монеток и ким поднял деньги молодец ему нужнее на этом у нас этот участок закончился пойдем исследовать дальше вот что у нас тут а там что то есть впереди вы видите машину закрепленную на стене федор сообщает что это телепорт который использовали древние чтобы передвигаться на большие расстояния на нем только одна кнопка нет я не буду пока ее нажимать отметился ли он на карте да маленькой белой скобочкой эта комната была комнатой охраны определенного рода ну и тут ничего не осталось кроме этого меча а вот его край сейчас и возьмет наверное чё б нет меч не опознанный конечно мы пока не умеем его опознавать но была не была кто не рискует тут не берет не опознанные мечи хорошо только здесь впереди пол обвалился ким говорит что вероятно это был колодец который гвардия тут хранила и вот тут перед нами раскрывается великолепная особенность подземелья в этой игре если во всяких визардре все было устроено примерно так плоский этаж спуск вниз там все сложнее плоский этаж спуск вниз там все сложнее и так далее а здесь можно путешествовать по огромным пространствам этого горного города вверх вниз по лестницам по ямам не боясь не боясь совершенно можно даже спрыгнуться да что мы и сделаем или спуститься осторожненько сложность тут не зависит от глубины или высоты этажа она больше тут привязана к светилищам которые мы будем находить ну и да это действительно был колодец вода все еще здесь но грязная и по пальце на ногах застоял и воздух пахнет неприятно стены покрыты склизью что и ничего тут нет ничего тут нет поднимемся тогда уж тут тоже больше ничего вот это похоже светилище все ли мы тут облазили хочу ли я сейчас эти светилища пока нет хочу тут посмотреть сюда не можем да или можем теперь мы же нашли какой-то новый ключ ну-ка каучак да да открылось здесь у нас книженция которую возьмет я думаю Федор посмотрим на книжку может что о ней узнаем возможно ее стоит прочесть возможно и попытаемся юзать книгу книга это небольшая записная книжка написанная рукой Маре запачкана кровью единственное сообщение читается если ты найдешь это ты будешь знать что у Кру победил нас плохо дело ну а тут на полу маленькая сумма сумма с маленькой суммой хорошо не зря зашли а теперь светилище чтобы войти в светилище нужно использовать привоженные к игре изображения по которым подобрать код нужно они у меня есть к счастью так что это нас не остановит такая защита от копирования можно сказать так о отлично теперь можно тут отдохнуть но мы не нуждаемся в отдыхе посмотреть посмотреть наши уровни сколько нам до следующего осталось ну и покинуть покинуть светилище и пойдем на восток всегда здесь прогрессируем на восток в комнате большая мозаика древних на полу колчак отмечает что это выглядит как комната приема за дверью ничего так 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 сундучок о ким с краем открыли его а в нем было всего какая-то монетка факелы в этом проходе погасли здесь сильный запах какашек летучих мышей в воздухе облака пыли и вообще тут неприятно так давайте-ка давайте-ка накастуем накастуем свет что-то неспокойно а вот и обладатели того что здесь оставлено крайне двигайся ким промазал позорник давай колчак на тебя вся надежда а что скастуем скастуем амраз старую добрую огненную змейку мана уж восстановится молодец молодец давайте подходите ничтожные мышки что же вы не хотите то ох я вам покажу колчак промазал как ты мог я ведь в тебе верил как они шурудят то шурудят шурупят что-то и возят не буду двигаться буду бить фёдора ударили ай 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 как можно то а опять ну ничего ничего полечимся полечимся да что ж такое достаётся бедному фёдору отходи давай так ну и срочно полечимся раз уж такое дело будь здоров фёдор какая-то собачка злая на вид и не только еще и два краба больших дожили сжахнуть краба они крепкие крепкие двигаться 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 не будем вот ты колчак давай-ка своё колдунство повезло 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 присты могут вызывать элементарий но у меня никогда не получалось почему-то почему-то который 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 раз уже ход накину переходит и он не может ходить не совсем я понимаю местную систему ходьбы получи собака так накастуем-ка мы в другую собаку чем-нибудь хорошим амрасом например или не в другую а эту добьем да нет нет вот не початывая начнем и закончим ну теперь не уйдете по крабику работ чуть-чуть осталось ладно еще ок останем хотя нет не будем тратить его как-то не называется психические поинты бейдов добить граба промазал что же ты будешь делать никчемный собака убежала вот так им надо 11 денег темно наколдуем свет еще раз и двигаемся мы на юг да на юг за дверью ничего не слышно и вышли мы сюда же тогда на юг или вот в эту да 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 вот в эту перевести ну можно догадаться что написано что вы покидаете залы благородной крови но я не уверен что хочу покидать их вот сюда еще хочу там какой-то шум крысиный вестимо ой че же у вас так много то ладно хоть мелкие особо не опасны защитим федора от одной из крыс вот ты давай сегодня тебе везет нет бог войны не ответил но федор сам в состоянии справиться с какой-то крысой это ж крысы че их бояться фуф лыжная о о о ты гляди не будем тратить психическую силу х н крыса промахнулась нанананана эх кусаются больно Так, мы можем воспользоваться лечением от приста, но Бог не слышит наши молитвы. Вот так вот, а вот сейчас нормально полечимся. Либо уже найдем какое-нибудь следующее светилище, чтобы не тратить наши очки, добродетели и психики. Ну-у-у, дверь закрылась за вами, так-так-так, ой-ой-ой, в какой-то пазл с дверями угодили, а тут меч еще один, пусть ким возьмет, на всякий случай. Смотрим стены. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы наступаете, наступаете и пол под вами вращается, о-о-о-о, мое любимое в данжинг-роллерах от первого лица ловушки-спиннеры, так называемые. Ну и картой нельзя пользоваться, разворачивают куда им вздумается. Ну ничего, обхитрим их. Где мы вышли? Там же где зашли, ясно. Нет-нет-нет, хочу, хочу туда. А тут у нас пусто, а тут ничего и нет. Так-так-так, хотя тут какая-то стена подозрительная. Проверим-ка ее. Попробуем-ка ее толкнуть рукой. О-о-о-о, стена оборачивается и открывает комнату позади нее. И тут ничего? Серьезно? О-о-о, а тут, тут дверь. А-а-а-а. Еще раз погляжу, что-о-о-о, точно. Какой-то свиток. Посмотрим-ка на него. Инвентурия. Свиток. На нем магический глиф. А, было-не было. Попробую его использовать. Что мы теряем, в конце концов? Прочитать вслух. Ничего не случилось. Ладно, переберегу на потом. И уйдем отсюда. Из этого проклятого места с вращателями. М-м-м. Вообще, тут особо-то и больше некуда. Только сюда. Но на этом, наверное, можно уже и закончить на первый раз. Неплохо так побегали. Не знаю, буду ли продолжать или нет. Зависит от обстоятельств. Ничего определенного нет-то. А пока прощайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok